Да что вы говорите? Что это такое за устройство вообще? Документы предъявите. Служебное удостоверение ваше. Я говорю документы. Ваше служебное удостоверение. Пока вы удостоверение не предъявите, мы с вами о чем разговаривать не будем. Уважаемые, документы ваши. Вы приказ 111 читали? Я еще раз говорю. Документы. Вы мне отказываетесь предъявить. Я еще раз говорю документы. Отказ, хорошо, звоним в свой телефон. Звони куда хочешь. Ты посмотри, Роматей тут нашелся. Документы давай предъявляйте. Пока служебное удостоверение не предъявите. Я еще раз сказал документ, я предъявлю потом. Так, значит, Украинскую. Уважаемые. Да. Документы. Ваше служебное удостоверение. Уважаемые, еще раз говорю документы. Ты посмотри какой наглец. Приехал тут рассказывать мне. Так, значит, 10-8-7-6-4. Старший лейтенант милиции Гриценко Игорь Витальевич. Хорошо, Гриценко Игорь Витальевич. Документы давайте, Паша. Документы. Ты посмотри, наглец. На вас я чувствую надо прокуратуру писать. Что-то вы очень, видимо, не умеете с водителями разговаривать. Да это вы, наверное, не умеете вообще себя вести. Я, я умею себя вести. Вот на вас надо будет написать, конечно. Да пишите. Значит, передаем инспектору. Что все было заснято на видео, будет передано. Конечно, будет передано. Права, техпаспорт, доверенность нотариальная, страховочка. Пожалуйста. Теперь пойдемте со мной. Да я с вами никуда не пойду, мне здесь хорошо. Вы обязаны со мной пройти. Я с вами не обязан. По какому такому закону я обязан? Вы составляете протокол, я с ним ознакомлюсь, копию мне. Я с вами идти никуда не обязан. Вы даже не будете со мной проехать, сберка. Куда? Я? Нет, я с вами никуда. Я без протокола задержания, я с вами никуда не поеду. Я еду на море. Куда вы едете, я не знаю, мне это неинтересно. А вот в прокуратуру я на вас напишу, в генеральную. И по поводу 466-го распоряжения, и по поводу 101-го приказа. Вы должны со мной пройти. Я с вами никуда не должен идти, я с вами не поеду. Ознакомиться с протоколами, расписаться. Пожалуйста, пишите, приносите мне, я с ним ознакомлюсь. И уже там изложу свое видение событий. Пишите протокол, приносите мне. Я с вами никуда не пойду. Вы обязаны со мной проехать и оплатить штраф. Да ладно, я обязан, я с вами не обязан никуда ехать. Конечно, а как вы оплатите штраф? Я его могу оплатить еще не 30 дней. И к тому же я его буду обжаловать. Я еще с ним не согласен. Я с ним не согласен. Я с штрафом платить не буду. Что вы взяли, чтобы вы сразу будете платить? Так а как тогда, подождите, как вас отпускать тогда? Вы обязаны оплатить штраф. Элементарно, вы меня не можете задержать. Вы меня задержать не имеете права. У вас уже целый букет. Я не знаю, какая прокуратура по вам плачет, но вы сейчас столько вообще наговорили. Очень вы, по-моему, плохо. Владислав Михайлович. Владислав Михайлович, это я. Я еще раз говорю, мы составим протокол. Надо ехать в суд с вами. Никуда я, я лично никуда не поеду без протокола задержания. Слушай, я не хочу. Я не хочу никуда ехать. Так а что вы нарушаете? Я нарушаю. Вам в 7-15 утра больше заняться нечем? Все, 100, 114. Какой 114? Вы в суд с чем придете? Вот с этим привором? Уважаемый. Да. Вы вообще совесть какую-то имеете? Я имею совесть в необъятных размерах. Гораздо большую, чем имеют все инспекторы ДПС вместе взятые. Так вы обязаны со мной проехать, где оплатить штраф? Я сами никуда не обязан ехать. Вы меня не можете взять. Я свободный гражданин. Я куда хочу, туда и еду. Так подождите, а кто будет оплачивать штраф? Кто будет оплачивать штраф? Это занимается уже служба судебных приставов. Взимание штрафов. Это не ваше дело. Оплачу я, не оплачу. Ваше дело выписать протокол. Приеду я в суд, не приеду. Буду обжаловать, не буду. Я никуда не поеду. Так оно не пойдет. Слушай, давайте так вот мы делаем. Давайте раз разговор у нас заходим в тупик, мы звоним в телефон доверия. Они вызывают как вот милицию или управление собственной безопасности. Вы меня вот... Подождите. Так вы не хотите платить штрафы на это? Почему я? А кто вам сказал, что я не хочу платить? Я сказал, что я его могу заплатить завтра, послезавтра, через неделю. А для того, чтобы его оплатить, вам надо в суд обратиться? Правильно? Обжаловать. Обжаловать надо, да. Но это я уже... Вы мне копию, я уже буду делать с ней. Что я дальше буду с ней делать? Это не ваше дело. А я буду что с протоколом делать? Мне все равно. Так, вы мне даете копию протокола. Давайте. Копию протокола, копию снаряд. Дайте мне документ, который у меня был. Все. Эту запись я на вас отправлю хотя бы в прокуратуру, потому что где вот ваша машина стоит. Вы 466-й, дай-ка, саня. Распоряжение МВД. Вообще читали? В глаза видели его? У нас нет уже 466. 66-го распоряжения МВД у вас уже нет. Уважаемый, вы будете со мной проходить? Я с вами никуда проходить не буду и ехать не буду. Хотите, пишите. Несите мне. Я за коррес... Так нет, вы обязаны со мной проехать. Я не обязан. На основании какого закона? На основании того, что вы обязаны штраф заплатить или обжаловать в течение 60 дней. Это и мое дело. Буду я его обжаловать или платить, а не ваше. Ваше дело? У вас green card есть? У меня есть все. Я вам передал под видеозапись. Я вам перечислил на видеокамеру все, что я вам дал. Пожалуйста, смотрите. Я чувствую с вами... Со мной бесполезно абсолютно. Бесполезно, да. Абсолютно. Писать могу только я. Вот я очень много пишу и очень много добиваюсь. И вам так же.